Как мы на аппаратном совещании определили, что действительно погода стабилизировалась, необходимо начинать проводить штабы. Штабы приняли решение, что по средам на 14.00 соответственно будут проводиться штабы по комфортной городской среде, которая у нас определены, знаете, и торги проведены по улице Кравченко. Мы здесь делали комплексное благоустройство, соответственно. И также у нас еще штаб по Березовой рощи. То есть необходимо, зная, что по некоторым позициям, мы уже даже исходя из тех погодных условий, которые были, отстаем, необходимо конкретизировать вопросы, по которым необходимо навладить взаимодействие всех структур, потому что здесь у нас и проектная организация, и инновация к этому, допустим, мы по улице Кравченко проводим, здесь очень много работы мы будем проводить, управляющие компании, которые здесь тоже примыкают к этой улице. Мы знаем, в каком состоянии это будет в целом. Мы действительно, если со стороны Зверева до сторону Кравченко, в сторону Гордыка, там благоустройство не приведено в порядок, и, соответственно, мы со стороны Зверева, в сторону Кравченко один, то есть это как раз та протяженность, которую мы будем благоустраивать. Много вопросов, значит, по первым этажам, соответственно, чтобы, вот если обратить внимание на ту сторону, значит, у нас, соответственно, опять же, рекламы, соответственно, значит, и крыльца у нас в плохом состоянии, да, где будет дорожка, где, соответственно, будет, возможно, пандус для людей с ограниченными возможностями, да, какие-то остановочные комплексы. Далее у нас здесь будет вопрос касается освещения, здесь тоже хотел бы услышать. Кроме того, как мы уже говорили, вот такой, в комплексном благоустройстве непростой, здесь мы собираемся сделать еще 200 метров, как бы, бесшовных рельс, да, 200 метров, как раз тот участок, который здесь небезопасный, трамваи у нас идут, соответственно, очень сильно, создают звук из-за того, что уже стыки, рельс сегодня уже нарушены, и руководитель трамвайного депо уже сделал заключение о том, что это небезопасное движение трамваев, и когда-то, не дай бог, может даже сход произойти, поэтому мы хотим, чтобы движение трамваев на этом участке было более бесшумное, и поэтому здесь тоже будут предусмотрены эти работы, и поэтому вам необходимо совместить, и чтобы все было понятно по этапности, ну и самое главное, чтобы был результат. Поэтому вот в таком мы, значит, в составе собрались, может быть, в следующий раз мы в таком составе не будем, но вместе с тем, почему здесь ГИБДД? ГИБДД очень важно для того, чтобы, как вы помните, у нас есть вопросы, касающиеся отдельных перекрестков, допустим, у нас непростой перекресток по Назарово, да, там у нас получается, на сегодняшний день, если едешь по улице Назарово, поворачиваешь на Кравченко, и действительно, Назарово как-то, он сложный очень перекресток, с одной стороны светофор загорается, с другой уже погаснет, и, ну, видно, что такая создается аварийная ситуация, в том числе мы этот перекресток должны сделать. Есть вопросы, касается по инженерным сетям, сейчас один из руководителей одного из комплексов торгового подходил, он собирается там сделать разрытие для подключения сетей канализации, можно, допустим, это разрытие открытым способом не делать, а делать, соответственно, проколом, тем самым и ему меньше расходов, и, соответственно, меньше у нас будет исполченных благоустройств. То есть целый комплекс. Ну и, конечно, вот, очень важно, что инновация здесь находится, тоже, значит, мы должны понимать, что у нас в чем проблема, и по тому году была, о том, что нам необходимо осуществлять постоянный контроль, соответственно, тех работ, которые в соответствии с проектом должны, должно это реализовываться. Поэтому работа сегодня предстоит, как минимум здесь, я вижу, на час, и мы должны дойти до улицы, соответственно, Зверева, а потом уже переехать на Березовую площадку. У кого какие вопросы есть? Нет вопросов, да? В работе в порядке. Продолжение следует...